Красная армия на тарелке. Такая оригинальная и патриотичная работа представила регион на всероссийском конкурсе «Наследие эпохи». Жюри высоко оценило керамическое украшение в номинации «Художественная иллюстрация». Авторство принадлежит студентке Химико-технологического университета. Дарья Самойленко потратила около полутора месяцев, чтобы запечатлеть на глине подвиги революционеров. Весь эскиз, все изначально было придумано мною. Все движения, местность. На самом деле это несложно для творческого человека. Он уже должен держать какую-то картинку в голове, чтобы перенести это все на тарелочку. Все работы Дарьи сделаны вручную. Технологический процесс начинается с создания модели изделия и ее гипсовой формы. После нанесения на глиняную поверхность карандашного эскиза и задуманного рисунка, изделия обжигают и покрывают глазурью. Учат этому на кафедре керамики и на наноматериалах. Важно не просто правильно смоделировать желаемую заготовку, но и изящно придать ей яркие, насыщенные цвета. Это творческий процесс, когда студенты учатся творить, потому что керамические пигменты, которые мы используем, мы уже используем готовые. Но мы их учим создавать модель, мы их учим создавать глиняный шликер и учим их наносить этот рисунок, а потом уже его декоративно закрывать. Сейчас Дарья трудится над очередной тарелочкой, медленно, тонкой кистью наносит краски. За время обучения расписала не один десяток глиняных заготовок. Работать с керамикой, уверяет девушка, совсем нелегко. Это вовсе не похоже на работу с бумагой или холстом. Иная специфика. Краска, она не такая простая, это не гуашь, не акварель. Ее художник, когда рисует керамическими красками, он может не знать, какая краска будет после обжига. Она меняет цвет, поэтому художник рисует как бы наугад. Некоторые краски вообще смешивать нельзя. Получится не тот цвет, который планировалось. Несмотря на красоту изделий, использование их по прямому назначению чревато отравлением. Дело в том, что краски, которые применяют художники, зачастую токсичны. А вот расписная тарелочка в интерьере – отличное дизайнерское решение. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.